Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева, Черкесия. В студии Ярослав Щекланов, сегодня в программе. Сегодня исполняется 157 лет со дня окончания Кавказской войны. Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева, Черкесия. В студии Ярослав Щекланов, смотрите в нашем выпуске. Сегодня исполняется 157 лет со дня окончания Кавказской войны. В этот день траурные мероприятия прошли в городах и районах республики. Вопрос организации охраны школ Карачаева, Черкесия рассмотрели на заседании АТК под председательством Рашида Тимрезова. Овцеводство становится одним из локомотивов развития агропромышленного комплекса республики в Минеральных водах. Состоялась 21-я российская выставка племенных овец и КОС. Команда парламента победила в товарищеском футбольном матче. Он объединил людей разных политических взглядов, представителей разных партий. Сегодня исполняется 157 лет со дня окончания Кавказской войны, ставшей одним из самых драматических событий за всю историю народов республик Северного Кавказа и всего юга России. К жителям Карачаева-Черкесии обращается глава Рашид Тимрезов. Пройдя нелегкий путь, мудрость потомков, участников и жертв Кавказской войны стала дорогой к взаимопониманию и установлению добрососедских отношений между людьми, которые сегодня живут рядом на общей земле в мире и согласии. Мы не только должны помнить исторические события нашего Отечества, но и учиться на них. Не допускать повторения кровопролитных конфликтов, политических спекуляций над общей исторической памятью, воспитывать в молодежи любовь к родине и уважительное отношение к другому человеку, добросовестно трудиться и растить наших детей в лучших горских традициях. Сохранение мира, который дался нам, нашим народам, высокой ценой человеческих жизней – наша главная задача. В этот день траурные мероприятия прошли в городах и районах республики. В Черкесске у мемориала жертвам Кавказской войны состоялся митинг-рейквем, посвященный Дню скорби. Фатима Даурова подробнее. В памятном мероприятии приняли участие члены республиканского правительства, руководители городов и районов Карачаева-Черкесии, представители духовенства и общественных организаций, жители столицы. После совершения молебна и обряда дуа по погибшим, траурный митинг открыл председатель правительства республики Аслан Озов. Сегодня для жителей нашей республики особый день. Ежегодно, 21 мая, представители всех народов нашей республики собираются вместе, чтобы отдать дань памяти жертвам Кавказской войны. Одно из самых продолжительных, драматичных и кровопролитных войн в истории человечества. Для сотен тысяч людей военные действия на Северном Кавказе и при Черноморье оказались трагическими и роковыми. Вынужденный массовый исход коренного населения Северного Кавказа стал поистине всенародной трагедией. События 60-х годов 19 века до сих пор отзываются о боли в наших сердцах. О боли в сердцах говорили и последующие ораторы. Представители национальных общественных организаций республики по очереди выразили слова соболезнования и скорби по жертвам Кавказской войны. Мы вспоминаем трагические события Кавказской войны, которая на протяжении столетия калечила судьбы миллионов людей. Войны, которая с болью отражается в наших сердцах. Проходят годы, но наша память о наших героических предках, защищавших свою честь, свободу, свою родину, жива и будет жить. Эта война оставила глубокий след в судьбах многих народов Кавказа. Особенно трагичными они были для адыгов, абазин и нагайцев. Многие из них потеряли свой кровь и родину. Здесь, у этого памятника, мы склоняем голову перед всеми погибшими в этой жестокой войне и должны вечно хранить память о тех, кто ушел из жизни на чужбине и не смог вернуться на землю своих предков. Выступающие отметили, что печальные события тех лет в последующем послужили консолидацией народов Кавказа, независимо от их этнической, конфессиональной принадлежности и политических взглядов. Представитель черкесского народа, который понес в этой столетней войне несравнимые потери, Али Асланов, отметил, что в сердцах людей жива память о трагических событиях полуторавековой давности. Народ, который пережил эту трагедию, война, которая длилась 101 год, это же не одно поколение. Это люди рождались и умирали во время войны. И для народа это огромная трагедия, потому что мы потеряли 90% населения. Османскую империю было переселено. Можно сказать, была дорога, усеянная трупами. Для нашего народа это просто страшная катастрофа, которая вот 157 лет – это и не много, и не мало. Но наш народ не забывает, потому что у нас с этим связано всё. Ровно в полдень метроном отсчитал минуту молчания о погибших в этой масштабной войне. В это же время в ауле Алибердуковских Абезского района у мемориального комплекса жертвам Кавказской войны тоже замолчали в дань памяти о предках, сложивших голову за свободу. 21 мая, как день траура, отмечается митингами и шествиями не только в республиках Северного Кавказа и Краснодарского края, но и в Абхазии, а также в странах, где проживает Черкесская и Абазинская диаспоры. А это более 50 стран мира. Фатима Даурова, Зарима Карданова, Ислам Урумов, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов провел заседание Республиканской антитеррористической комиссии. Главный вопрос – безопасность детей, школьников и молодежи в образовательных учреждениях. В настоящее время ведутся комиссионные проверки организации процесса охраны школ, их оснащенность техническими средствами, оповещение, видеонаблюдение, соблюдение других мер антитеррористической защищенности. По итогам проверки будут даны конкретные поручения и сроки по улучшению качества охраны всех образовательных учреждений Республики. Кроме того, на АТК уделили внимание вопросам взаимодействия охраны с правоохранительными органами при взаимодействии чрезвычайных ситуаций и угроз террористической направленности. В преддверии выпускных, детского, летнего отдыха и экзаменов для старшеклассников будут усилены меры безопасности во всех образовательных учреждениях. И вести из оперштаба. Сегодня в Харачево-Черкесии выявлено 13 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в Республике составило 20 319 человек. Из них 19 969 выздоровели, 114 человек госпитализированы. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Харачево-Черкесии Весна будет чудесной. С московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте минбанк.ру Или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Продолжаем выпуск. В городе минеральные воды состоялась 21-я российская выставка племенных овец и коз, которая в этом году прошла под эгидой Карачаев-Черкесии, была посвящена карачаевской породе овец. На выставке было представлено племенное поголовье овец пяти овцеводческих хозяйств республики и группы компании «Домоте». Выставку посетили министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, глава Карачаев-Черкесии Рашид Имрезов и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Почетные гости осмотрели выставочные экспозиции с представленными племенными овцами и козами из 21 региона страны, животных отечественной и зарубежной селекции, в том числе селекционные достижения отрасли за последние годы. Дмитрий Патрушев поблагодарил всех участников выставки за тот вклад, который они своим трудом вносят в достижение отечественного агропромышленного комплекса. Гимназию номер 17 Черкеска посетила передвижная лаборатория безопасности. Это автомобиль, который выезжает во все уголки региона со всем необходимым оборудованием для практических и теоретических занятий правил дорожного движения. Подробности у Альбины Курачинова, Кенживай. Ребята с нетерпением ждали лабораторию безопасности. В первой части обучения школьников – теория. На различные вопросы по правилам дорожного движения и безопасности учащиеся давали правильные и быстрые ответы, за что получали призы и подарки в виде брелков, сумочек, рюкзаков и развивающих книжек с символикой лаборатории. Затем все дружно переместились во двор гимназии, где методисты уже подготовили макеты и импровизированный городок. У нас есть специально оборудованный класс. Там есть стенды, есть наглядный материал, который мы сегодня раздавали. И есть у нас лаборатория, которая находится на территории Агролицея. И вот так же выставляем, где мы выезжаем, вот такой городок постоянно делаем. С маленького возраста желательно с детских садов учить детей, как правильно переходить дорогу, как себя вести, для чего нужен светофор, для чего нужна пешеходная дорожка. Все это, как себя должны вести пешеходы, пассажиры. Это, считаю, очень важно. В программе проекта обучения выделено несколько блоков. Для детей, передвигающихся со взрослыми, детей пешеходов, будущих водителей, для педагогов и родителей. Внутри автомобиля – велосипеды, самокаты, конусы, демонстрационные стенды, стол-макеты, элементы уличной дорожной сети. Все это настолько заинтересовало ребят, они все остановились в очередь, чтобы поучаствовать в практических заданиях и продемонстрировать свои знания в области дорожного движения. На велосипеде надо ездить аккуратно и надевать специальную защитную одежду. То есть, на окотники, на коленники. Обязательно надевать, когда ты ездишь на велосипеде вечером, надо обязательно надевать специальную одежду с светоотражающими полосками. Педагоги напомнили ребятам, что важно не только знать ПДД, но и обязательно их выполнять, напоминать родителям и рассказывать младшим товарищам. Альбина Курачинова, Кенжева, Расул Бердеев, Вести, Карачаево, Черкесия. Депутатская команда парламента Карачаево-Черкесии встретилась в товарищеском матче по футболу с командой правительства. В напряженной борьбе со счетом 2-1 победила команда парламента. Авторами голов стали депутаты Мурадин Лайпанов и Наурус Тимрезов. Забить единственный гол парламентской команде посчастливилось сотруднику дирекции капитального строительства Мухаммаду Тамбееву. Кубок победителя и медаль вручил министр спорта Рашид Узденов. Судья региональной категории Кахун-Братов, который судил матч, отметил, что силы команд были равными, поэтому игра получилась зрелищной и интересной. Сегодня в Черкесске по улице Кирова, 21А, в торговом центре Мегаполис открылся федеральный магазин «Ситилинк». В нем богатый ассортимент десятки тысяч товарных позиций, электроники и бытовой техники от различных брендов. Что могут предложить своим клиентам представители компании, узнавала Альбина Ланкова. Жителям и гостям республиканской столицы раздавали вот такие буклеты. И, конечно, заголовок «Тысяча товаров по рублю» не мог не привлечь внимания. Так ли это на самом деле и что еще хорошего в этом магазине, мы сейчас узнаем. «Ситилинк» – это крупнейший интернет-магазин электроники и бытовой техники. Холл впечатляет. Просторная клиентская зона. Приобрести товар здесь удобно, выгодно и быстро. Ранее в Черкесске были только пункты выдачи заказов «Ситилинк». В 2016 года компания «Ситилинк» работала в Черкесске как пункт выдачи заказов. И за это время очень хорошо рекомендовала. В этом году компания «Ситилинк» открыла первый полуформатный магазин с наличием товаров и с выгодными ценами. Все магазины сети «Ситилинк» оборудованы терминалами для самостоятельного выбора и оформления заказов. Совершить эти операции помогут консультанты. По времени займет 5-7 минут. Если заказы нет в наличии, товар поступает от 1 до 5 дней. Клиент может сделать заказ с этими способами. На сайте через колл-центр и прийти в магазин и совершить заказ. Одно из приятных преимуществ – получение клубной карты магазина. Она выдается клиенту, совершившему покупку на сумму от 5000 рублей. Сразу после получения карты на ней будут приветственные бонусы. А далее они будут начисляться за каждую приобретенную покупку. Ими также можно оплачивать часть стоимости заказа. С 21 по 27 мая компания «Ситилинк» запустила две акции для покупателей. Первая акция идет с суперценным товаром с скидками. И вторая акция – 1000 товаров по рублю. Совершив покупку от 1000 рублей и выше, покупатель получает товар, подарок и предложенная списка. Магазин регулярно балует клиентов, предлагая акции. Информация о выгодных предложениях ежедневно обновляются и дополняются. Сведения о ней можно узнать на сайте sitilink.ru. А по телефону горячей линии плюс 7 в скобочках 87 82 25 54 55 можно совершить заказы и уточнить сведения о товарах и услугах. Альбина Ламкова, Расул Бердиев, Вести, Корчаево, Черкесия. Это все Вести на сегодня. Удачи и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова